здравствуйте меня зовут роман я представляю компанию rdm import нам часто звонят и спрашивают работаете ли вы с ндс или без ндс обычно это юридические лица звонят да то есть зачем нужно им знать это потому что ндс для юридических лиц он может быть возвратным да его можно вернуть я хотел бы рассказать анекдот на эту тему а потом его прокомментировать вот мир все разрушено все нации объединились оставили одного генерала и генерал нанимает себе летчиков приходит первый немец тут его спрашивают сколько налетал 5000 километров 5000 часов вот как любишь свою работу тут люблю сколько хочешь получать то 2000 зачем тебе 2000 ну как одну себе другую жене ну понятно хорошо заходит следующий француз и сколько налетал 9000 часов понял любишь свою работу обожаю сколько хочешь получать 3000 долларов зачем тебе 3000 ну как одну в банк одну себе другую жене ну ладно заходит русский генерал его спрашивает сколько налетал нисколько любишь летать любишь свою работу он говорит нет а сколько хочешь получать тот 9000 за что 9000 зачем тебе столько ну как 3 вам 3 мне а 3 французу отдадим он же все равно собрался как бы то есть за 3000 летать так вот вопрос с ндс он точно такой же да то есть на самом деле при таможне автомобиля и можно растаможить на юридическое лицо вот в таком случае можно будет вернуть ндс а можно растаможить на физическое лицо сразу как бы допустим на того человека который ее завозит но вот и это таможня будет дешевле следовательно потом на стоимости автомобиля точно также это скажется машины у которых можно вернуть ндс ровно на этот ндс а может быть даже и больше дороже вот только не каждый человек может вернуть ндс даже не каждая организация может вернуть этот ндс вот а машины которые растаможены на физическое лицо собственно как бы да то есть сразу на заказчика они дешевле на этот ндс так вот теперь вопрос как бы тем компаниям которые звонят и спрашивают можете ли вы вернуть ндс допустим на работаете ли вы сразу с ндс а вот какая вам разница если машина будет все равно дешевле или как в анекдоте всего доброго